Его первая персональная выставка все-таки состоялась, правда, уже посмертно. Близкие друзья непризнанного мастера при жизни исполнили его главную мечту. Здесь, в стенах художественного музея, выставлено около ста работ, которые Владимир Марушка создавал в течение всей своей жизни. Александр Белов, художник и лучший друг Владимира, вспоминает о молодости обоих с улыбкой. Уже тогда они твердо решили покорять мировое искусство. И мы в молодости дали себе, ну, такую, ну, как бы клятву, что нам нужно за свою творческую жизнь подготовить маленький вагон и небольшую тележку, значит, произведения искусства, чтобы не стыдно было ехать со всем этим багажом в Париж. Вот, ну, мы были молодые, поэтому о смелости нам было не занимать. Амбиций взрослому Владимиру Марушка не хватило. Необычный модернист был отвергнут советским зрителям. И это несмотря на школу великих европейских мастеров живописи, Пикассо, Матисса, Шагала, в стиле которых работал художник. То есть мы не вписывались в тот, как бы, круг художников, которые на данный момент там были, реалистического направления. Володя был немножко в другом направлении, работал, поэтому нас просто не понимали. У нас была персональная выставка по прибытии в город Собинку через два года, там в кинотеатре «Восход». И народ, в том числе, как считается, интеллигенция учителя, писали нам позор, позор таким художникам. И, ну, как бы, не то, что не приветствовали, а просто нас игнорировали. Изоляция, как ни странно, художнику только помогала. Она заставляла писать его лучше, ярче и смелее. Об этом говорит и учитель Марушка Валерий Бахарев. По его словам, благодаря их творчеству, ивановским художникам все-таки удалось влиться в мировой поток новой европейской эстетики, некогда чуждой и дикой для провинциального зрителя. Ну, у Володи работа лучше, чем у меня. Выше, шире, интереснее по диапазону. Может, я более опытный, более, так сказать, умудренный человек, но он более смелый. Приемы французского кубизма и народного лупка, приглушенно сдержанные тона и острые контрасты – это постоянный поиск мастера, постоянное самовыражение на холсте. Картины Марушка порой создавал десятилетиями. Допустим, она в розовом колорите, через день она в синем колорите, потом в красном. Очень как бы искал, постоянно искал. Я ему говорила, бери новый холст и лучше на новом холсте, чтобы были новые работы. Нет, я добьюсь, чтобы свет звенел, чтобы вот чувство цвета, он постоянно над цветом работал. И поэтому вот поиск вот этот цветовой, то есть на протяжении вот всей жизни его очень как бы волновал. Кажется, что творчество Владимира Марушка, скульптора, графика и живописца, наконец понято и услышано. Тот самый вагон и маленькая тележка запущены. Теперь Владимира ждет Европа. По крайней мере, в этом убежден его главный учитель. Он все, он зашел в мировую культуру, он будет известен всем, пройдет еще немножечко времени, так сказать. Живопись имеет такую тенденцию, что она должна немножко отстояться в мозгах, во времени. И потом будет эта бесценная работа, пройдет время, и этот маленький городок будет гордиться, что вот так произошло, что у него жил вот такой великолепный художник, как Володя.